Говорю только об этом говорить. Понятно, что там о том, что не знаю и не надо и даже рассуждать. О том, что я узнал о том, что я уже, если вот меня Господь за меня умер, радость какая. Об этом-то можно говорить и нужно говорить. Если у меня дух, я получил такой радости. А где говорить? Вопрос-то о чем стоит? В содружестве или где живешь, там в дороге идешь с кем-то? Это большая разница. Тут они устав написали, и мы слушаем, сказали, значит, повкориться надо, а там вам никто ничего нет. Вот нам, епископ был Евтихий, ну и мои материалы-то у него были. О том, чтобы на русском языке, вот к истинному православию, там все эти материалы до этого не выходили по одной газетке. Ну и он сильно ополчился на отца Акима запретить его служение, а меня отлучить. Я сразу предупредил всех, чтобы нигде ничего не было сказано, я принимаю это. Но вести занятия в университетах, в милиции, по радио, по телевидению, на разных предприятиях, где у меня работа шла. У меня иногда до шести выступлений в день было. Тут он, конечно, ничего не скажет, а приехал и сам сидит на наших занятиях в университете. Три года прошло, 23 марта, как помню, все, мы опять вернулись. Служба идет у нас на церковном славянском, а все библейское, если оно не поется по-русски, по синодальному переводу. Вот так и все. Так и это, вам никто это не запретит, только проповедуйте правильно, чтобы не было ошибки. Вот закон-то яровой был какой, где-то ты Евангелие раздаешь, они тебя могут остановить и потребовать. Какое у тебя право? Нам только предупредили, что выходит. И мы сразу же, буквально дня через два, эти свидетельства выдали 18 человекам. Во-первых, курсы прошли, они знают, о чем говорить. А с другой стороны, что мы зарегистрированы в краевом отделе юстиции, и там такая-то община крестовозвиженская, ну и прочее, прочее. А другая показывает, что они законны. И было так, что подойдет полицейский, тому показали, она отказыряла, пошел. А то вот яровая она, они обязаны смотреть. Потому что перед государством и мусульмане все равны. А по их стабе собираться, они смотри, что делают. Там и взрывы, и захваты еще только нету. Так что государство требует законно. Мы ущерба никакого от этого не получили. Вот так и здесь. Вы свободны и можете проповедовать. Что неясно, обращайтесь к нашим материалам. Я могу вам скинуть все. Сам я не могу, я очень и очень занят. Очень занят. Вот я уже прошел корректировку. 230 проповедей. Никому нельзя дать их. Почему? Когда их освобождали от видео в ворд, то слова пропускали. И непонятно даже о чем бывает. Слова к мебелейске не знают. Поэтому тут никто ее не выправит. А еще около 90 осталось. Я поэтому начинаю утром. В четвертом часу уже я сижу здесь. Ну и вечером не в раз. А у меня еще тут с коленями надо 7 километров находить. Я по крысу. Увидите, тут ролики будут стоять. Посмотрите, как я речусь. Два крыльца соединены одними досками. Я по доскам там толкусь. Видели, Игнат Тихонович? Ну вот так. Слушаю. Вот вопрос Андрей Малахов задает. Давай. Слушай меня. Да. Он спрашивает. Есть ли проповедь о шутке? Шутка. На фоне современных веяний проводят всякие так называемые соцэксперименты в соцсетях. Вот как мы должны относиться к шутке и проповедь? Есть ли такая? Какая шутка? Да. Ну, вот вопрос уже задавали. В меру, разумно и все пользы. Вот самый строгий пророк был Илья, фесмитянин. И однако, когда жрецы Вайлова себя кололи, он говорит, может, в дороге заснул ваш бог. Может быть, не слышит громче кричите. Это смех. Это шутка. Так что у старообрядцев этот вопрос не возникнет. Там нет никогда. Ничего юморного нету. Нету. Ты еретик, переходи к нам. Вся проповедь закончилась. Простое дело сказанное. Мы видим в Священном Писании это. Не скажет ли вы, говорит, что беснуетесь. Апостол Павел говорит об этом. Так что положительно, но никому не советую. Это надо обладать чувством юмора, тончайшей. Так, чтобы задело и никто не обиделся. Заметь как. Давыд говорит в 130-й Псалом. Не смирял ли души моей, как дитя тебе отняту от груди матери? А Давыду-то в это время уже сколько лет? А муж? И представьте себе, мать отрывает его от сосков, больше не дает. Он плачет. Это же сравнение-то юморное. Слушаю дальше. А вот Роман Хроликов пишет, что я говорю о том, что священники, к сожалению, бывает, запрещают, чтобы обличали. А просто нужно, говорит, они говорят, говори только о радости и все. Ну, у себя в своей епархии он может вами командовать, но не в каждом храме. В церковной ограде никогда не говорите. В церковной ограде можно только плакать. И вот приезжал игумен Сахаров Кирилл. И он что-то говорит. Вы найдите еще человека, который бы в церковной ограде, стоя на коленях, часами плакал. Обо мне он там пишет. Я молча стою, только видно, что плачет человек. Почему не проповедует? Сколько душ уходит? Что же они делают-то? Я настолько это близко воспринимаю, что потери даже родных по плоти такой беды во мне не вызывает. Тем более я не просто плачу, а прямо дар этот выпросил у Бога. У меня слеп не было, я моряк. Я на море. Сто процентное здоровье. Там хиликов не берут. А тут Павел говорит, три с половиной года учил вас со слезами. Я попросил у Бога и в первый же вечер получил. Почему? Большой мне подарок сделали. Это я понял, мне, Библию, когда достать нельзя было. Я вышел в коридорчик, где одежда висит. Я уткнулся в нее носом-то и весь вечер проплакал. Иногда наступает даже обезвоживание организма. Это Божий дар, редкий дар. Все от Бога, мое там еще нету. Вот такой ответ все на этом, Роман. Там, где говорят не надо, там и не надо. Отойдите спокойно. Отойди подальше, чтобы не слышал. Один раз сказали, все на этом. Из Икиля 3.18 теперь уже проходит мимо. Вот меня никто не видел, чтобы я в храме сказал хотя бы пару слов. Ну, когда с архиереем спрашивают, дело другое. А то вот, показал палец, все на этом. А как выходим? На паперти не говорю. За ограду выйду, тогда я начинаю говорить, когда потребуется. Да и то ли еще не говорю. Надо рассмотреть. Вот сейчас, когда подходили к митрополиту, к нашему, и священников там сколько было, я не знаю, но 30 не было. Они еще поменьше. Они или раньше ушли. И я принес туда, Володя нес, 30 новое издание к истину православия. И когда не хватило, и как они относятся? Я отнес еще на следующий день. Еще 40 экземпляров, и прямо на столе у митрополита оставили их. Кому не дали, куда поедете, будете брать, подарить. И третье, семинаристам, которые на пятерке учатся, подарите эту книгу. Ни много, ни мало, а мне обошлось это где-то в 160 тысяч рублей. А у меня ничего нету. А Господь тем богаче делает. Так, все. Игнат Тихонович. Да, давай, давай, давай. Игнат Тихонович, мне очень нравится пианино. Я ее в последнее время достаточно часто слушаю. Игра на пианине. Сегодня я слушаю Анну Златоусту, когда он говорил о внешнем. Не есть ли это внешне, когда я где-то в день по полчаса прослушиваю. Вот пианино и скрипка. Вопрос в чем? Что, ты не слушала или что? Можно слушать пианино и скрипку или нельзя? А что там именно, конкретно? Просто мелодия? Просто мелодия? Ну просто мелодия, брат, ну вы знаете как, она современная, с такими вот, современными, вот, не классика. А слова-то какие там есть или нету? Там нет слова, там только пианино и скрипка. Только музыка. Так, я посажу, да это не беда, музыка там, я не знаю, не слушаю, так я не могу ответить заочно. Я могу сказать, на нашем сайте, заходи, самое крупное аудио, канцелярия, мной насчитанная Библия, 12 томов Иоанна Златоуста, 12 книг Жития Святых, 5 книг Добротолюбия, Григория Дещенко, 4 тома. Ты найдешь все там, тебе не надо будет это, ты можешь музыку пустить и под музыку слушать, если там не печальная, да, выход-то есть. Вот у мусульман, ну смотри, у мусульман музыка полностью запрещена, и к чему это привело? Есть страсти по Матфею Баха, ну как не слушать-то? Пятая симфония, там, Бетховена я любил слушать, совсем уж ничего не понимаю, а я душою вижу, какие события. Так что запрета на это нет, но время драгоценное, смотри, как. Вот я назвал тебе наш сайт, заходи прямо, во свете Библия, там есть сайт, есть такой у вас? Есть, конечно. Ну так все, вопрос снятый. Игнатий Тихонович, еще один вопрос по птицам. Давай. Я недавно наблюдала явление, что две стаи, они летели друг на друга. Потом они соединились. Это так прекрасно, я даже видео сняла. Они соединились, и 3-4 круга, вот прямо крутили, крутили, крутили и громко пели. И разошлись. Каждая стая, не смешившись, разошлись. Одна вправо, другая влево. Мне сказали, что они радуются, что прошли дорогу. А какая птица, жерабли или гуси? Не знаю. Ну я так не могу ответить. Орнитологией я занимался с 5 лет. Всяких разных птиц все до одной знал. Найти гнездо, показать. У нас одно время появились птицы с свинцами. И я уже поймал. Детям показал. Так, птицам у нас было где-то 47 примерно. Утки трех сортов. Вот недавно как-то мы пошли, и там птица такая сидит. И такой нету у нас. Я посмотрел, никогда не видал. Говорю, это, наверное, баклан морской. Ну и пришел, когда заглянул в энциклопедию правду, баклан. На эти вопросы я отвечаю с большой любовью. Я держу две голубятни. Кормлю голубей, которые... Ну это правда, что они радуются, когда переходят, ну как, дорогу дальнюю? Не знаю. Потому что они соединяются к месту и радуются. Ну мы вкладываем свои мысли в них. Это мы так думаем. А они нам не пишут, не знаем. И мы своими человеческими переживаниями, ну, мне кажется порою, что солдаты с кровавых, не вернувшихся полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Расул Гамзатов пишет. С чего он взял? И я из стаи там буду вас приветствовать. Но вот Хворостовский поет и голову так набок сделает. Умер тот и другой, ничего нету. Но свои мысли влагают. Потому что редкая птица, интересная, большая. И я полюблю там, у меня там между ними, и я там, видишь как, воображение. А мы сразу опровержение дали. Никакого не может... Ну и реакторнации, когда есть, люди могут думать. Никак. А однажды надлежит умереть, и суд однажды. Поэтому такие песни, они, ну, ее переделали. Вот у нас там Можина Екатерина, она такая талантливая писать. Она переделала ее в христианский мотив. Мотив-то тот же, а слова другие. Что мы представляем это все как есть. Так что это наше воображение, ну, вреда никакого нету. Ну, а человечьивание птиц и дать переживания, это... Ну, никак, может быть, нету. Они не думают ничего. У них не дума, а... Ну, инстинкт, говорят, заложенный. Ну, все. Ну, все. Там... Благодарю, Игорь Тихонович. Да, так. Так. Гуси, когда летят, это единственная птица, которая через Жамалунгу, Эверест, перелетает. На такой высоте там воздуха-то нету. Надо все, все, что в жизни бывает, во свете Библии рассмотреть. У нас, как называется, во свете Библии она освещает. Вот у меня тут вопрос был, я на него отвечал. Чем ваши проповеди отличаются от проповедей самых известных? Мне вчера Володя говорит, Владимир Александрович Пащенко, знаменитый тут священник, говорит, глава такая-то, бытие, какие красивые были такие, и сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, это ангелы стали совокуплять же с красавицами. Откуда он взял это? Ну, почитай, епископа Виссариона. Да не бесплотную. Какое совокупление-то? Откуда семя-то будет-то? И нет ничего у них. И он говорит это в церковной форме, с крестом в руках. Да зачем же это нужно? С сынами Божьими никогда ангелы не назывались. То есть раз, а второе, то, что сказал уже. Поэтому это обман, люди слушают, обман, за это придется отвечать, и очень сурово. Этого нету, и не было никогда. Они были, да, знатные сынами Божьими, это сыны Сифа, о которых к дочерям человеческим, от Каина, которые происходили, остались они все под водою, никого нету. И все, да, были большие, там, может быть, по 4 метра, по 5 высотой. Вот ответ. Так, слушаю. Николай... Николай Тихонович, берегите глазки свои. Что? Берегите глаза свои. Да вот как беречь-то? Никак мне... Ну, просто я останавливаюсь, и все стоит. Дальше-то не движется, мы и сдать не сможем. А настаивать и сдать, это не моя идея была. Это я совершенно как посторонний. А вот теперь, когда кто-то там слушали переводить в буквенное выражение, алфа, то можно. А теперь сколько там напутали, конца краю нету. Это никто не выправит. Никто. Потому что там пропуски. А я-то знаю, о чем речь идет. Это мой товар. Никто Тихонович, а вам на собрание предложили капли глазные, какие-то японские. Почему вы отказались? От чего? Ну, я молюсь Богу, я чувствую, что мне это нельзя делать. Я каждый день ем мелко-мелко натертую морковь. Володя очистит ее, промоет, и каждое утро, каждое утро, кроме воскресенья бывает. Каротин. Когда я 9 лет сидел и издавал эти 38 томов книг, это сказать даже страшно, я провел за компьютером больше 30 тысяч часов. Это понятно, что это совершенно... Так я с тех пор-то я почти нисколько не меньше. Каждый день, ну, минимум, это 12 часов. Ну, я знаю, что это я вот лажу наверх голубям, когда посмотреть вокруг, как соразмерить, переводить взор. Советы разные. А советы эти, может быть, для меня не подходят. Да что, тем более, лекарство какое-то капать в глаза, никогда не пойду на это. Я в Америке был, когда ехал, ехали на машине, там мед купили одному. Ну, Орлов Никита Феоктистович за рулем был, он стал митрополитом потом. Какой-то там русский живет, и у него меда нету. Ну, и дальше что было? Оказывается, он слепой. Ему назначили лекарства, не помогает. А результат-то там еще организм-то работает. Дали другое, и он полностью ослеп. Полностью, на 100%. Я этого боюсь. Мне сказали, вот от укропа, такой теплый, голову опустить и моргать там. Я даже это боюсь делать. Закрою глаза. Вот откинусь вот так вот. Бывает минут 10-15. Мне достаточно этого. Я, в общем-то, могу еще прочитать. Даже вот здесь вот, я вижу, кто какой-то. Андрей Вдовин. Да, в Дубинку. Борцоп Александр. Видишь как? Даже здесь могу без очков. Очки не надевал никогда. Ну, Господь знает. Молись, помогай. Чтоб не ослеп. Пробуй, Господи. Слава Христу. Так, я Николаю Астахову. Слышишь меня, Николай? Слышу. Которого ты говорил, там, в Новосибирске-то там заменено-то. Совершенно другое все. Ну, на меня его выведи. Я посоветуюсь. У меня все это в земле дома оказалось не на фундаменте. Ни на каких-нибудь. Ничего нет. Он гниет и проваливается. А ты должен теперь копать, там что-то делать, бетонировать, делать какое-то там из бетона. И потом тут шпала есть поднимать. Работы надо знать, что надо. Ну, тут вот есть один. А он специалист очень хороший. Он там разберется по месту. Ну, я нигде этого не видел, чтоб делали. Делает наружу. Они там бревно закатили, подняли. А это все в земле. В земле согнившее. И как брать? На чем подвешивать? Как это сделать? Он объясняет, что надо бревно продырявить. Ну, по прошлому то, что описание было. Продырявить его шпильками насквозь. И такого быка прикрутить вертикально. И на этого быка уже домкратом поднимать. То есть такой выпирать будет из дома. Прикрученный к дому к целым бревнам. Мне-то надо думать. Фундамента-то нету. Фундамент заливать в земле. И на нем есть, который шпал. Это может быть как-то. Там они, видишь, какие прям деревья закатывают и прочее. Здесь другое. Все под землей. Под землей. Сначала надо там утрамбовать, что-то сделать. На что опереть это? Да, там было точно так же под землей. Там это уже раскопанное показано. А у него скайпа нету. Я попробую как-то сделать. Хорошо бы заснять по кругу, как это выглядит сейчас. Чтобы он мог посмотреть заранее. Ну ладно, мы отнимаем время здесь. Благодарю. Сам подумай как-то на меня вывести бы его. Так, вопросы. Назначайте тогда, Игнар Тихонович. Хорошо. Хорошо, слушаюсь. Так. Так, так, так. А что же у меня тут непонятно как? Володя, иди выручай. Где этот список? А, вон, нашел. Нашел. Тут у меня сколько есть. Так. Так. Геннадий Стукалов здесь. Молща. Так, Виталий Калиников здесь. 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 Вот такое дело. Вот такое дело. Так. Аминь. Аминь. Говорите. Делается нашим. Во славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Достойно. Достойно есть я кого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения серафим. Без остыния Бога Слово Рошую, сущую Богородицу Тя величаем. Главное Тебе, Господи, что даешь нам возможность изучать Слово Твое, собираться вместе, даруй нам принять это Слово и исполнить. Хвала Тебе, слава, чести, поклонения, Отец Его, Святой Дух, аминь. Аминь. Виктору поклон. Виктору поклон. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. 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 Спасибо. Аминь.